Киллеры воров в законе. С наступлением рыночных отношений, в России практически каждый появившийся коммерсант попадал под влияние криминальных структур. За каждым киоском, магазином или промышленным предприятием стали стоять преступные группировки с их главарями, прозвища которых были на слуху у многих людей. Воры в законе, имевшие наибольшее влияние в местах заключения, решили также поучаствовать в контроле бизнеса. Им не приходилось, как тем же спортсменам, собираться в банды и пытаться заявить о себе. О них уже знали, вокруг них всегда крутились люди с уголовным прошлым и будущим. Поэтому именно ОПК, созданные ворами в законе, в скором времени заняли самые успешные бизнес-проекты, в то время, как группировки спортсменов только нарабатывали свой авторитет и влияние. Естественно, что при становлении, каждая группировка сразу же встречала на своем пути конкурентов, с которыми приходилось расправляться жестко и бескомпромиссно. Почти во всех регионах России и на Украине начались криминальные войны за лакомые куски. Начали страдать и воры в законе, с которыми отмороженные банды совершенно не считались и убивали криминальных генералов, так как мирно договориться с законником у беспредельщиков не было шансов. Ликвидация воров в законе была очень опасной, это целая мафиозная организация, и за каждого убитого законника требовалось отомщение. Поэтому раз убив такого человека, отморозки уже не могли остановиться, им приходилось убивать все новых и новых уголовных авторитетов, уже не только из-за территории влияния, а из-за того, чтобы самим остаться в живых. Не став жертвой мести. Убийца столичных воров из регионов сразу вспоминается о случае, как после убийства в Москве вора в законе Валерия Длугача, Глобус, был убит и Владислав Ваннер, Бабон, его правая рука. Это было сделано для того, чтобы Бабон не стал мстить, так как все воровское сообщество столицы ждало от Ваннера ответных действий. Эти убийства совершил киллер Александр Солоник в году Сильвестру и Курганской опк. В дальнейшем будут убиты и другие лидеры Бауманской опк. Вообще Курганцы довольно уникальная группировка, которая убивала уголовных авторитетов, долгое время оставаясь в тени. Своё кровавое ремесло не принесли в столицу из родного Кургана, где также расправились с несколькими законниками. Когда след мог привести к ним, они ликвидировали и соратников убитых и меворов. В дальнейшем лидерам группировки законники вынесут смертный приговор, и в принципе приведут его в исполнение. Всё лидеры погибнут в местах заключения, кроме Виталия Игнатова, который сумел перехитрить смерть и скрыться из страны в самый последний момент. Другой похожей бригадой, приехавшей в Москву из региона, стала банда Лобоцкого. Молодые отмороски под предводительством бывшего авторшника Владимира Лобоцкого организовали в родном Новокузнецке настоящий конвейер смерти, который растянулся практически на всю Сибирь. В 1992 году беспредельщики перебрались в Москву, так как у себя в области исчерпали свой лимит, поставив всё крупные предприятия Кузбасса под свой контроль. В Москве начался новый виток их кровавой деятельности. Убивали как воров и авторитетов, так и коммерсантов, без всяких опасений. Говорят, что Лобоцкому и его окружению, так же как и курганцам выписали смертный приговор. Но он не был приведён в полное исполнение. Лобоцкий подорвался на сделанной им же мине, а его заместитель Шкабара Бурыбин, спокойно пересидел 15-летний срок в колонии. Под прессинг воров попало только несколько рядовых членов банды. Региональные киллеры в регионах страсти кипели не менее внушительные, чем в Москве. Здесь также сбивались в кучу спортсмены и беспредельщики, составив ворам из регионов серьёзную конкуренцию. Для таких бригад требовались профессиональные киллеры, и скорый спрос нашёл своё предложение. Самые отъявленные головорезы создали что-то похожее на эскадроны смерти, состоящее из хладнокровных убийц. В регионах появились отдельные бригады, которые занимались только тем, что принимали заказы на устранение людей. При нарастающей войне за сферой влияния, их жертвами становились и воры в законе. Говорят, что ценник на устранение человека, обличенного самым высоким титулом в криминальном мире, был достаточно высок. Здесь стоит вспомните бригаду киллеров всё из той же Кемеровской области Владимира Дуреева, Дурей, которая занималась убийствами в большинстве своём имени воров в законе. Причём в воровском плане тоже не всё было гладко, и Дурею приходилось принимать заказы от законников на убийство коллег по цеху. Крупные же группировки имели в своих подразделениях собственные киллерские бригады, которые совершали убийства по велению лидеров. Как правило, такие специалисты скрывались от остальных участников группировки, и о существовании особого подразделения знали лишь единицы. Примером может послужить Ореховская ООПК, где у лидеров были свои личные киллеры, если можно так выразиться, Александр Пустовалов, Саша Солдат, и Алексей Шерстобитов, Лёша Солдат. Впрочем, и здесь были свои исключения. Некоторые группировки, имеющие на издевении киллеров, принимали заказы на устранение от других криминальных структур. Собственные киллеры воров Если в 90-х годах воры в законе как-то старались поддерживать друг друга в различных ситуациях, то 2000-е годы всё изменили. Многие вчерашние законники встали по разные стороны друг от друга. Большие деньги, которые получали воры от контроля крупного бизнеса и владения собственным бизнесом, изменили воровскую мир до неузнаваемости. Ещё Васа Бриллиант пророчил то, что страсть к деньгам погубит всё воровские понятия. Как известно, деньги действительно стали играть решающую роль в жизни законников. Весь смысл жизни стал сводиться к тому, как иметь многомиллионные доходы, не попав в тюрьму, которая для того же Бриллианта была домом родным, как и для любого состоявшегося урки. Впрочем, он сам скорее всего и был убит киллером, находясь в тюрьме, хотя официальная версия смерти Бриллианта гласит скоропостижность его смерти. В 90-х наметилась тенденция к конфликту внутри воровского сообщества, который породила страсть наживы. Причём конфликтовали как несколько воровских кланов между собой, так и шла война за власть в самих этих кланах. Наиболее молодые и дерзкие законники стали собирать свои личные армии, привлекая в них наиболее отъявленных отморозков. Так известно, что влиятельный вор в законе Равшан Джаниев имел в своём подчинении собственную бригаду киллеров. Которые в дальнейшем получили сами воровской титул от своего босса. Это перечило понятием, и многие старые воры отказывались называть убийц законниками, попросту не считая их за таковых. Также киллеры имеют силу современных и здравствующих по сей день уголовных авторитетов. Как правило эти люди привлекаются не только для убийств неугодных. В последнее время эти люди на слуху из-за своих зверств, которые они вытворяют со своими жертвами, пытая и избивая их не в пример отморозком из девяностых. Личные киллеры Равшана Джаниева наиболее известный вор в законе, на счёт у которого по мнению оперативников, более десяти убийств авторитетов, это Худжибаба Талыб Ханулы, Хаджибей Лаганский. Он является выходцем из опт покойного Равшана Джаниева, Равшанлин Каранский, и по словам источника, был одним из его киллеров. Впрочем, ещё до прихода в бригаду, Хаджибей Лаганского знали в Азербайджане как человека, который убивает за деньги. К нему обращались несколько авторитетов, заказы которых он выполнял. В какой-то момент судьба свела его с Джаниевом, которому требовались люди для войны с кланом Деда Хасана. Помимо Худжибаба в бригаду киллеров Ленкаранского вошли ещё двое человек, также занимавшиеся убийствами. Это Ульфа Тагиев, Руффа Генджинский, и Назим Гумбатов, Назим Хромой. Свои первые кровавые преступления трое киллеров начали совершать против людей главного на тот момент врага Джаниева, вора в законе Вагифа Сулейманова. Дело в том, что оба законника имели прицел на контроль рынка зелени в Москве. Жертвами убийц становились как авторитеты средней руки, так и крупные торговцы, не желающие переходить под контроль ленкаранского. В конечном итоге Ровшин ожил себе достаточно влиятельнейших врагов, и был убит в Стамбуле в августе 2016 года. А против трёх его киллеров, двое из которых, Хаджа Бейлоганский и Руффа Генджинский, стали с подачи Ровшина иметь статус законников, были возбуждены уголовные дела. Причём Назим Хромой попался силовикам ещё в 2012 году, а Руффа Генджинский в 2013, когда ленкаранский ещё был жив и полон сил. И только Хаджа Бейлоганского удалось арестовать в июне 2018 года в Москве. Кстати, на суде доказали только одно участие в убийстве, которое Назим Хромой совершил со своими подельниками ещё в 2003 году. Их жертвой стал конкурент по криминальному ремеслу Гусейнов. За это убийство в декабре 2015 года Назим Хромой был приговорен к 2013 годам колонии. Аруффа Генджинский за убийство одного из соучредителей Люблинского рынка Эль-Хама Алиева в 2013 году, а также за незаконный оборот оружия получил в том же 2015 году 8 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. И только в начале лета 2018 года в СИЗе оказался и их коллега Хаджа Бейлоганский, которого подозревают в убийстве криминального авторитета Эльгара Алиева, Дэн Абыш, и как минимум ещё десяти убийствах. Оперативники, в частности, считают, что именно он устранил замглавы ЧОП СМЕРШ Андрея Сильвина, отвечавшего за безопасность законника Аслана Усаяна, Дед Хасан. Также Хаджа следил за Усаяном накануне того, как его застрелил снайпер. Всё ниточки от Талыб Хамулы тянутся к родственнику воров законе Ровшина Джаниева Завру, который сейчас является заметной фигурой в овощном бизнесе московского региона. Кстати, как и предполагалось, никто из воров не воспринял коронацию двух киллеров Ровшина Джаниева всерьёз. Попав в СИЗа, те сразу лишились своих воровских имён. За дело 90-х убийства, носившие массовый характер, происходили в основном в 90-е годы, когда в стране царил криминал. Ежедневно убивали людей, как воров в законе, так и простых коммерсантов. В те годы, наверное, никто и не старался профессионально подойти к делу. Убийцы приезжали к жертве и убивали её, исходя из обстоятельств. Отдельные наёмные убийцы, которые досконально подходили к делу, как правило привлекались для устранения самых влиятельных людей. Только в 10-х годах силовики стали производить неожиданные аресты киллеров, которые действовали лет 20 назад в рядах различных ОПК, и начались суды над ними. Этому способствовало то, что появилось достаточно информации о их деятельности. К этому времени многие участники вчерашних ОПК успели попасть в поле зрения оперативников и поделиться с ними ценной информацией, чтобы самим не усугублять своё будущее. Многие глухари были раскрыты, а убийцы, которые к этому времени обрели семьи, официальную работу и по сути уже другую, мирную жизнь законопослушного гражданина, арестованы и отправлены на десятилетия в заточение. Одним из последних примеров является арест в Тольятти бывшего киллера одной из Самарской ОПК Роберта Березина, который произошёл 29 августа этого года. По сведению оперативников, Березин устранил двух человек в 1997 году по заказу криминального авторитета. Он 20 лет затем жил тихой жизнью в Тольятти, заимел семью и редко выходил из дома. Теперь Березин ожидает суд.